Ни подсказка, ни подмога, чудо не проси, Ох, и тяжела дорога на Святой Руси. Ну а вот сейчас, наконец, прозвучит стихотворение Надежды Мальцевой. Ну, я надеюсь, что многим из вас это имя уже знакомо нашими стараниями, потому что все-таки во многие наши программы мы ее стихи включаем. Но скажу еще, Надежда Мальцева, наша современница, сильнейший, сильнейший поэт, мощнейший, просто вот титан такой, с потрясающей энергетикой и каким-то очень, знаете, очень мощным, могучим чувствованием ну, скажу так, России, да. Вот какое-то у нее очень русское чувство в стихах, вот эта мощь и сила и боль, и она очень, как мне кажется, правильно и точно это все выражает, вот то, что происходит. Вот это настроение, ощущение, атмосферу. Надежда Мальцева тоже, она не шестидесятница, она попозже, наверное, семидесятница, если так можно сказать, и тоже она не могла печататься, вот потому что именно стихи ее на самом деле патриотичны, потому что проникнуты болью за страну, вот такой всамделешной болью и заботой. А это стихотворение, вот стихотворение «Венок». Оно дало название нашему диску, оно открывает этот диск. И такая это русская картина. Кто первый плывет над холмами, как в топке, Шафранное море во летней жары. И на спорк реке по извилистой тропке Несутся девчонки с высокой горы. Пугливая стайка, дички недотроги, Их щеки в малине, их пятки черны. И звонок куют, рот выбивают в дороге, Так ливень гуляет по глади волны. Бегут друг за другом, окажется, пляшут, Легко не касаясь травы и камней. И голыми крыльями в воздухе машут, Вот-вот полетят через несколько дней. Все дальше и дальше, до самой даночки, До кованых рожек луны молодой. И младшая всполшем на ухо веночки Хохочет и прыжет на старших водой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Одна нарожает детишек пьянчуги, Другая сбежит без бумаг из села. И канет на севере или на юге, И только меньшая живет, где жила. Она ковыляет походкой-увалкой, Погост прибирает и ходит к реке. Но вниз не идет, подпирается палкой, И смотрит на быстрый закат вдалеке. Как будто однажды разверзнутся хляби, А ветер дохнет и положит у ног. Потерянный где-то на темном ухаве, Давно унесенный течением венок. Как будто однажды разверзнутся хляби, А ветер дохнет и положит у ног. Венок, потерянный где-то на темном ухаве, Давно унесенный течением венок. Субтитры создавал DimaTorzok